Музыка Сегодня мы взяли на тест не совсем обычный мотоцикл Необычный он не потому, что это Харли Дэвидсон А потому, что эта модель сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в модельной линейке заокеанского производителя Он называется Найт Роуд Спешл Длина мотоцикла 2460 мм Ширина 870 мм Высота по седлу 690 мм Двигатель V-образный, рабочим объемом 1250 кубических сантиметров Коробка передач механическая, пятиступенчатая Мощность 125 л.с. при 8250 оборотах в минуту Крутящий момент 111 нм при 7200 оборотах в минуту Топливный бак мотоцикла объемом 18,9 литров А снаряженная масса 307 кг Но начнем, как всегда, с внешнего вида Как я уже говорил, дизайн этого Харли Дэвидсон принципиально отличается от того, с чем ассоциируется известная марка В Америке эта модель не пользуется большим спросом Звучит как бред, но говорят, что некоторые мотоциклетные клубы Харли Дэвидсон не принимают к себе владельцев Найт Роуд Спешл Если это правда, то это крайне странное и нелогичное решение В России же отношение к этому мотоциклу гораздо лояльнее Более того, он вполне успешно продается именно по причине своей непохожести на большинство классических чопперов В дизайне отщепенца гармонично сочетаются составляющие абсолютно разных типов мотоциклов От нетипичной для Харли Дэвидсон рамы до сдвоенной выхлопной трубы Форму которой можно скорее увидеть на японских аппаратах Мотоцикл получился незаурядным, что на мой взгляд является весьма существенным преимуществом Но пора перейти от созерцания к более приземленным вещам Эргономика у Найт Роуд Спешл принципиально ничем не отличается от остальных моделей Харли Дэвидсон На правом пульте руля находится рычаг переднего тормоза, кнопки стоп-мотор и запуска двигателя, а также правого поворотника На левом кнопки включения головного света, подачи звукового сигнала и включения левого поворотника Обратите внимание, что в отличие от японцев, американский производитель использует оригинальную систему включения поворотников На всех мотоциклах Харли Дэвидсон правый и левый поворотник включаются разными клавишами и выключается самостоятельно после поворота Немного необычно поначалу, но после того, как привыкнешь, понимаешь, как это удобно Большинство любителей Харли Дэвидсон, мягко говоря, недолюбливают этот аппарат В первую очередь потому, что он сильно отличается от того, что они привыкли видеть Он не похож на чоппер из Милоки С одной стороны, это все-таки чоппер Большой V-образный двигатель, соответствующая посадка Но с другой стороны, у него есть определенные повадки дорожного мотоцикла Но лично мне это очень не панирует Ведь я не являюсь большим поклонником тяжелых американских чопперов Так что посмотрим, так ли хорошо на этот вот Спешл едет, как и выглядит Посадка у аппарата а-ля Custom Bike Подножки вынесены далеко вперед, а до короткого руля приходится тянуться через бак Благодаря чему спина в форме полумесяца начинает затекать уже через полчаса непрерывной поездки V-образный двигатель, объемом 1250 кубических сантиметров и жидкостным охлаждением Производит вполне приятное впечатление Ждать особой прыти, конечно, не приходится Но для весьма нелегкого 307-килограммового мотоцикла Наш подопытный очень бодренько разгоняется Мощность 125 лошадиных сил и 111 ньютон-метров крутящего момента При чуть более 7000 оборотах в минуту Эффективно разгоняет мотоцикл, показывая разгонную динамику Приближенную скорее к дорожному мотоциклу средней клубатуры, чем к ленивому чоперу А вот управляется он вполне ожидаемо Благодаря низкому центру тяжести на малых скоростях мотоцикл уверенно держится напрямой А склонность к заваливанию не проявляется практически до полной остановки А вот повороты на этого от Спешл проходит уже не так охотно Закладывать мотоцикл непросто В том числе из-за низкопрофильной задней покрышки шириной 240 мм Кроме того, свою роль в управлении сыграла вилка С углом наклона в 36 градусов Вообще мотоцикл располагает к спокойной, уравновешенной езде Если со старта сделать большинство машин вам ничто не помешает То ввязываться в гонку на скорости уже не стоит Результат будет не в вашу сторону Да и зачем изгаляться над мотоциклом с колесной базой 1715 мм? Он по определению не создан для гонок и резких маневров Тогда для чего же он нужен? Ответ лежит на поверхности, а именно в названии модели На этом весьма неординарном аппарате Можно с удовольствием прокатиться по ночной Москве И получить массу приятных впечатлений от неспешной мотопрогулки В целом поездка будет весьма комфортной Передние и задние нерегулируемые подвески С классическим расположением амортизаторов И ходом 102 мм настроены неплохо С одной стороны они не слишком жесткие Что позволяет не чувствовать в соответствующем местом Все неровности дорожного полотна А с другой стороны нет излишней мягкотелости и расклябанности Что конечно же не в лучшую сторону, казалось бы, на управляемости По крайней мере, так сильно любимые мотоциклистами Стыки на мостах и эстакадах Мотоцикл проглатывает без ощутимых потерь Не вынуждая пилота обливаться холодным потом Тормозная система также не заставит неренджить Хотя мне показалось, что усилия на тормозном рычаге великовато А информативности немного не хватает Но в целом тормоза вполне адекватны как в весу, так и разгонные динамики мотоцикла Передние с двумя дисками И задние однодисковые тормозы прогнозируемо осаживают мотоцикл И если передвигаться в спокойном режиме, то никаких неудобств не почувствуете Интересным оказался тот факт, что в отличие от многих чопперов Где интенсивное замедление возможно, используя исключительно оба тормоза Night Road Special позволяет эффективно останавливаться, пользуясь лишь передним Что в большей степени характерно для спортивных или дорожных мотоциклов У которых задний тормоз является скорее вспомогательным Кроме этого, теперь на мотоцикл устанавливается АБС Очень полезная штука в городе Что можно сказать об этом мотоцикле? Night Road мне очень понравился Понравился не только как он выглядит, но и как едет А едет он весьма недурно Конечно, на 2,5-3 тысячи оборотов он тянет слабовато Момента не хватает А вот после 5 и особенно после 7 тысяч оборотов Чувствуется явный подклад Кроме этого, меня приятно удивила управляемость мотоцикла Он вполне неплохо рулится А на медленных скоростях в пробках, благодаря низкому сидению Высота между сидением и асфальтом составляет всего 640 миллиметров Он вполне устойчив и нет склонности к заваливанию Кроме того, сидение вполне удобное, большое, широкое Имеется упор для спины А заднее сидение Ну, кто-то на нем вместится Но, конечно, оно не даст большого комфорта заднему пассажиру Коробка передач Carly Davidson радует своей постоянностью Пятиступенчатая трансмиссия переключается достаточно четко С характерным щелчком А поймать нейтраль удается без особого труда Коробка вообще производит приятное впечатление Передачные числа подобраны неплохо При неспешной езде в городском потоке Можно воткнуть третью и больше не переключаться Момента вполне хватает, чтобы вытягивать мотоцикл Уже с двух с половиной тысяч оборотов Хотя этот двигатель любит высокие обороты И весьма охотно раскручивается до отсечки Сегодня стоит очень жаркая погода На улице более 30 градусов И вот при такой температуре обнаружилось некоторое небольшое неудобство Когда едешь на мотоцикле, особенно стоишь в пробке или на светофоре То от двигателя и, естественно, от выхлопной трубы идет настолько сильный жар Что внутреннюю часть бедра прямо обжигает Я вам скажу, не очень приятные ощущения Вообще, мотоцикл, несмотря на это, мне нравится И одна из интересных особенностей, о которых я хотел сказать Это вот ключ с монтированным иммобилайзером Очень удобный, когда вы отходите от мотоцикла на полтора метра Он автоматически становится на охрану и на сигнализацию Завести его без этой метки невозможно Когда же вы возвращаетесь, то он отсчитывается автоматически И можно заводить мотоцикл и ехать дальше Еще интересная особенность Взгляните, да, у этого мотоцикла На баке нет горловины для того, чтобы заливать топливо А знаете почему? Потому что это не бак Бак у него располагается под сидением Что дополнительно снижает центр тяжести И горловина, куда мы заливаем топливо, соответственно, тоже находится здесь же Вообще, мотоцикл производит впечатление цельного аппарата Он сделан по своеобразной, не похожей на остальные модели Харальда Дэвисона концепции Причем это касается не только внешности, но и технологических особенностей Помимо незаурядного, я бы сказал, антиклассического, если угодно провокационного вида Инженеры постарались создать мотоцикл, который все-таки едет И тем самым принципиально отличается от большинства аппаратов этой марки Песьма неплохой, среднеобъемный, по меркам чоперов, двигатель Обладает куда лучшими динамическими характеристиками, чем его более взрослые собратья Кроме того, он не страдает столь ярко выраженной вибрацией на холостых оборотах Что хорошо знакомо любому владельцу Харальда Дэвисона Несмотря на свои размеры, Night Road Special позволяет не чувствовать себя слоном в посудной лавке Он дает определенную свободу своему владельцу С одной стороны, катаясь по ночному городу, вряд ли вам удастся повстречать равнодушного прохожего Не обратившего внимания на красивый гармоничный аппарат Но внешняя импозантность очень часто убивает всякую практичность Которой порой так не хватает владельцам двухколесной техники Так вот это не тот случай, или скажем так, не совсем тот Да, с точки зрения перевозки хотя бы небольшого количества вещей Night Road Special не порадует своих владельцев А откровенно говоря, даже бутылку воды положить некуда А навесные кофры, по моему стойкому убеждению, навсегда испортят гармоничный образ Но все-таки мотоцикл не так безнадежен На нем можно смело ездить, например, на работу или учебу В пробках он ведет себя вполне адекватно Протискиваться в междуряде позволяет относительно не напрягаясь Ловить мотоцикл ногами на сверхмалых скоростях не приходится Он не заваливается практически до полной остановки Так что определенная практичность в виде относительно комфортного Каждодневного передвижения налицо Ближе к концу нашей поездки на Harley-Davidson Night Road Special Неожиданно пошел небольшой дождь Но это нисколько не испортило ни моего настроения, ни впечатления от мотоцикла Можно с уверенностью сказать, что Night Road это мотоцикл для тех Кто с одной стороны хочет иметь чоппер Но не огромный хромированный аппарат с кожаными сумками А нечто более динамичное и быстрое Я могу сказать честно, что пока еще не проникся легендарным духом мотоциклов Harley-Davidson О которых так любят поговорить истинные фанаты марки Но при этом могу четко сказать, что если я когда-нибудь захочу потратить 999 тысяч рублей на хороший чоппер То с большой долей вероятностью это будет именно Night Road Special Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok